Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так. Климатический кризис угрожает свести на нет прогресс в области развития здравоохранения и сокращения нищеты, которые достигнут за последние 50 лет. Ожидается, что за последующие 30 лет изменение климата приведет к росту числа случаев смерти на целых 250 тысяч в год. Представляете, какая цифра? Применительно к Республике Беларусь это половина Гомеля, второго по величине города нашей страны. Изменение климата — это серьезная угроза, к сожалению, с которой столкнулось человечество за последние годы. Только, к сожалению, не все это понимают. В долгосрочной перспективе возможные последствия все больше будут зависеть от того, насколько действенные шаги человеком будут приниматься, точнее предприниматься по изменению сложившейся ситуации. Скажем, по сокращению выбросов парниковых газов, внедрению предельно экологичных типов производств, вынесению этих самых вредных производств за пределы планеты. В этой связи я предлагаю чуть более подробно, минут эдак не на 40, как говорилось сегодня, а на 10, погрузиться в обсуждение вопроса о переносе производств в ближний космос, как одного из решений экологических проблем человечества. Научные труды множества авторов посвящены проблематике загрязнения окружающей среды и индустриализации космоса, которая является неизбежной. И с каждым годом данная проблема становится все более острой. Но я позволю себе на этом детально не останавливаться. Хочу отметить то, что значительный интерес для нас, авторов статьи, представляет следующий вопрос, который представлен на слайде, так каким же образом переносить эти самые производства, а точнее, каким образом их отбирать, для того, чтобы впоследствии перенести за пределы планеты? Собственно говоря, вот этой проблематике, которая на самом деле весьма малоизучена и посвящена исследованию, которое я вам представляю. Объектом исследования в нашем случае выступает промышленность. Причем рассматривается она в комплексе, как ее обрабатывающие, так и добывающие отрасли. Соответственно, здесь взята в нашем случае международная отраслевая классификация видов экономической деятельности, для того, чтобы отрасли, которые мы исследуем, коррелировали с международным правовым полем. Таким образом, в нашей работе изучены 23 отрасли обрабатывающие и 4 добывающие промышленности. Следует напомнить, что на прошлогодней конференции, в которой я также принимал участие с докладом, нами представлялась аналогичная разработка, только в части теоретической составляющей. Нами была предложена пробная попытка разработки методических подходов по оценке целесообразности переноса производств за пределы планеты. На сей же раз мы пересмотрели, да, взяли за основу представленные ранее подходы, но мы их пересмотрели и, соответственно, усовершенствовали предложенную ранее методику, адаптировав ее не к конкретным производствам, а уже к отраслям промышленности. Соответственно, провели в работе рейтинг среди всех 27 отраслей, отдельно среди обрабатывающих, это 23 отрасли, и 4 добывающие промышленности. Ну и дали соответствующие рекомендации по переносу тех или иных производств в части их приоритетности. Несмотря на то, что отдельные из отраслей, к примеру, добыча сырой нефти и природного газа, как таковые в космосе в прямом виде не представлены в настоящее время, в рамках нашего исследования все равно рассмотрена каждая из отраслей с целью релевантности разработанной методики и объективности проведения, собственно говоря, анализа и оценки. Так что же представляет собой разработанная нами методика? Честно скажу, на самом деле ничего суперсложного здесь нет. Сейчас немножко более подробно. В основе методики, которая нами разработана, 8 комплексных критериев оценки. Каждому из критериев соответствует один показатель. Влияние показателей в нашем случае не одинаково. В этой связи нами введены поправочные коэффициенты, которые определялись экспертным путем. Удельный вес, соответственно, от нуля до единицы, в сумме 1 балл, либо 100%. Каждый из показателей 8 в зависимости от фактического отнесения нами разделен на 3 группы. Соответственно, значение попадает в одну из трех групп, и в этой связи введены еще корректирующие коэффициенты. Кроме того, важно отметить, что 8 показателей нами разбиты на 2 группы равные. Значит, 4 из 8 показателей, они определены на основе фактических, достоверных, открытых статистических данных на примере Российской Федерации, как самого крупного государства мира, наиболее богатого по разнообразию полезных ископаемых, топливно-энергетических ресурсов, рельефа и так далее. Пытались мы отыскать сведения на примере всей планеты, но по ряду причин этого не представилось возможным сделать, поэтому за основу взята здесь именно Российская Федерация. Еще по 4 показателям в нашем случае значения определялись экспертно-аналитическим путем. По результатам расчетов нами определены в результате индекс целесообразности, собственно говоря, переноса производств в космос, проведен рейтинг и даны соответствующие рекомендации. Что касается используемых методик и критериев, они представлены перед вами на слайде. Необходимо отметить, что с учетом пересмотра предложенных годом ранее подходов, три критерия нам и введено новых совершенно в этом году, пять остались как бы неизменными, взяты за основу с прошлого года. На данном слайде, хоть он такой и достаточно может быть сложно читаемый, тем не менее представлены показатели, которые соответствуют каждому из восьми критериев. Также здесь представлены значения весовых и поправочных коэффициентов. Дополнительно хочу отметить то, что критерии, которые нами использованы и предложены, они взяты на самом деле не просто так, скажем так, из ниоткуда. Они взаимодействуют и взаимосвязаны так или иначе друг с другом, что, кстати, видно из представленного слайда. Учитывают процессы, которые протекают как на Земле, так и за ее пределами и интегрируют в себе экологическую, энергетическую, социальную, экономическую, техническую, производственные и некоторые иные составляющие. Вот перед вами формула, которая легла за основу проведения оценки и, соответственно, разработки методики. Да, собственно говоря, вот она перед вами. Что же в результате? На основе проведения относительно несложных расчетов нами получены представлены следующие графики. На представленном графике полученный рейтинг среди 23 отраслей обрабатывающей промышленности. Наибольшее значение в данном случае – это красным цветом оно выделено, и, соответственно, металлургическая промышленность соответствует наибольшей степени целесообразности создания в космосе среди данной группы отраслей обрабатывающей промышленности. Поскольку на данном графике, как я уже сказал, может быть не совсем хорошо видно, мы 23 отрасли все-таки перенесли, 8 из них, которые наиболее целесообразны к переносу, мы перенесли на отдельный график. И что же получилось в нашем случае? Наиболее целесообразными к переносу мы рекомендуем, во-первых, это металлургическая промышленность, в скобочках указан индекс целесообразности 86%. На втором месте производство химических веществ и химических продуктов, и на третьем производство электрооборудования и так далее. В свою очередь аналогичный рейтинг среди четырех отраслей добывающей промышленности, также представлен на графике, показал, что с научной точки зрения, в первую очередь целесообразным для вынесения за пределы планеты, видятся такие отрасли, как добыча металлических руд, первое, и второе, это горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. Таким образом, в рамках грядущего создания новой космической экономики перемещение результатов исследования актуально и может использоваться как на мезо- так и на микроуровне, но главным образом, как это видим мы, на уровне отраслей промышленности. При этом использовать предложенные подходы могут компетентные органы государственного управления, общественные организации, предприятия реального сектора, главным образом, для оценки целесообразности вынесения вредных производств за пределы планеты. В заключении также хочется сказать, что комплекс экологических проблем и связанное с ним изменение климата — это серьезный кризис нашего времени, надо это признать. Его последствия каждый из нас ощущает все сильнее. И мы надеемся, что возможное применение предложенного нами подхода позволит в скором времени помочь осуществить технологический прорыв и переместить наиболее опасные промышленные виды производств в космос, тем самым обеспечив безопасность нашего будущего. А согласованная работа общества в целом позволит всем нам совершить скачок и создать зеленую планету, на которой будет восстановлена гармония между людьми и окружающей средой. Но я отдельно хочу также, имея такую возможность, поблагодарить в первую очередь проектную команду, которая участвовала в данном исследовании во главе с Анатолием Эдуардовичем. На этом мой доклад завершен. Благодарю вас за внимание. Алексей, мы тоже вас благодарим. Эти аплодисменты для вас. У вас уникальное выступление не только той информации, о которой вы говорили, но и тем, что вы закрываете первую половину нашей конференции. Поэтому, друзья, ваши аплодисменты Алексею. Все вопросы вы можете задать во время нашего объединенного перерыва. Алексей, вам огромное спасибо. Мы вас провожаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok